Мы сегодня поговорим про примеры традиционных знаков, связанных с интуицией. Вообще, я расскажу о том, что такое интуиция, как она работает, как ее можно активировать лучше. Ну и не просто теория, а на практике, да, как это можно проверить. То есть у нас, видите, теория сопоставляется именно с практикой, чтобы был результат. Будет ряд упражнений, техники для работы с интуицией. Вот, и, соответственно, все дополнительные моменты, которые к этому необходимы. Значит, если мы начнем просматривать книги по хиромантии на наличие эзотерических навыков, мы увидим очень много интересного. Часть из них действительно попадалась мне на практике и работает. Например, нестандартный узор на мизинце. Мизинец – это палец интуитивного восприятия, если это левая рука. Если там образуется завиток на мизинце, все, к примеру, остальные там петли, либо смешанный узор, то надо взять это в особое рассмотрение, потому что это редкий признак. Но самыми распространенными является что? Если у человека линия головы идет сильно вниз, это один из показателей, как вы помните, богатого терраболезненного воображения. Поэтому многие приписывают склонность к суициду, к деструктивным мыслям. Но на самом деле это часть тех людей, которым снятся вещи сны, которые способны очень тонко чувствовать, видеть порой то, что не видят другие, либо видеть некоторые причин следственной связи в жизни. То есть черпают информацию из холма Луны, из нашего подсознания. Если же еще там и завиток присутствует на Луне, естественно он усиливает, активирует лунные тенденции, которые отвечают как раз-таки за наше подсознание. Далее есть различные линии интуиции. Линия интуиции может идти на Марс, когда интуиция работает лучше в каких-то экстремальных ситуациях. Может быть линия Исиды, которая соединяет холмы нижнего, нижней Луны, там где находится у нас Плутон и рядом Нептун, с холмом Меркурия. То есть так может отработать даже линия Меркурия, образовав полукруг. Затем, я это все по картинкам здесь показываю, значит, затем у нас классическими являются пульсы у большого пальца, которые дают некоторую склонность к изучению человеческой природы психологии, зодерики. На самом деле это линии, которые усиливают Юпитер. Отчасти они связаны с лидерскими качествами, но Юпитер – планета жрецов, и сакральные знания, как говорит традиция, раньше были открыты для жрецов. То есть, соответственно, и за знания отвечает, и за лидерство, поэтому тоже сюда относятся. Все, наверное, уже знают, что стигматы целительства или линии самаритян, наличие от семи линий здесь – это один из признаков стремления к бескорыстной помощи. Вот, тем или иным способом. Пояс Венеры, который отвечает за чрезмерную чувствительность и эмоциональность, преобразование острова, еще может больше усилить его. Классика, как в традиции называют, ведьмин глаз и тому подобное, это когда образуется крупный остров на линии головы. Как по мне, так это отчасти признак, который встречается у сумасшедших, но или предрасположенность к каким-то пограничным состояниям. Вообще, на практике, если человек приходит с большим островом, я говорю, есть у вас склонность к необдуманным действиям, под влиянием сильных чувств. Да, я вот когда в порыве каких-то эмоций, говорит клиент, могу что-то сделать, а потом сожалеть об этом. То есть, состояние аффекта. Состояние аффекта – это пограничное состояние психики. И, конечно, в эти процессы может что-то человеку приходить, или что-то он может видеть. Далее, в традиции есть такой знак, как крест на верхней фаланге мизинца. Тоже с такими сталкивался, человек действительно обладал некоторыми навыками. Часто все говорят про мистические кресты, но в большинстве случаев вводят людей с заблуждением тем, что такое настоящий мистический крест. Потому что часто придают значение, когда просто пересекается линия судьбы, линия от линии сердца к линии головы. Это достаточно частое значение, с мистикой никак не связано. Это связано с кризисной ситуацией в отношениях в определенный период времени. А вот если крест действительно стоит отдельно, то надо над этим подумать. Но по логике вещей, если бы крест стоял рядом вот так, на линии головы, это была бы вероятная травма головы. Поэтому мистический крест для моих наблюдений находится под большим вопросом. Итак, что же наиболее явно в лично моей практике, практике других специалистов встречается, на что бы я больше обратил внимание? Вот достаточно редкая линия. Кстати, эта линия как может появиться, так может и исчезнуть. В целом, как и было у данного человека. То есть, когда была деятельность связана с тем, что нужно было какие-то моменты глубже понимать, видеть, предчувствовать и осознавать, появилась эта линия. Действительно, у человека эти качества и были. Когда эта работа ушла, эти качества точно так же ушли. Справа мы видим очень сильно падающую линию головы. Обычно с такой линией мы видим, что там еще разрыв на линии головы, линия Меркурия пресекает. Трактуется, да, как некие ослабления психики. Ну, действительно, да. Кто-то даже там ведьмин глаз увидит. Но общая суть, что линия Меркурия ослабляет, разрушает линию головы. Такой человек сообщал, что очень много страха, всего боится. Да, это тоже пограничная линия, которая может черпать информацию с подсознания. Но тут уже мозг ослаблен. Чаще всего, действительно, у тех, кто диагностирует руками и могут сказать какие-то такие редкие вещи. В моей практике я очень долго занимался исследованием и такими людьми, что можно было, к примеру, принести фотографию человеку, у которого проблема с почками. И там человек мог установить, в какой почке проблема и что там будет дальше. То есть, есть такие диагносты хорошие. Обычно под пальцевой области очень хорошо выражены те, кто лечит руками, либо работают вот так вот с точки зрения приложения рук. То есть, тут вы можете наблюдать под пальцевой области выражен. Но на самом рельефе еще ладони наблюдаются такие вот интереснейшие структуры. Если вы сейчас посмотрите, здесь такой глазок появляется. Вот я бы вот это вот больше называл ведьминым глазом, чем какой-то овал на линии головы. Я сейчас попробую увеличить, чтобы вам стало более понятно, о чем я говорю. То есть, сама природа как будто бы здесь такую врожденную особенность выставила. Действительно, человек занимается и видением, и целительскими аспектами. Поэтому не обязательно иметь какую-то изогнутую линию головы. В частности, те, кто больше всего действительно проявили себя при совместной нашей работе. Там была как раз-таки прямая линия головы, то есть, такого рационального человека. А не, как большинство думает, мистика с озоной этой линией головы. Вот тут вы видите, это два разных человека, которые оба занимаются целительством на таком серьезном, в общем-то, уровне. Ну, а вот то, что в классике называется, да, там, ведьмин глаз. Ну, вот здесь было обведено специально, чтобы легче было понять. Это очень частое явление, которое встречается и на отпечатках, и на фотографиях, связанное, на мой взгляд, больше с ослаблением психики. А вот еще одна тоже женщина, которая владела качеством исчитывания информации. Вот здесь тяготеет. И видите, что самое важное? Линия не разорванная. Вот. Вот очень хорошо вытягивает оттуда информацию. Там, где разорваны, начинают появляться проблемы с психикой. Поэтому вот такие люди находятся в пограничном состоянии, часто задают вопросы, можно ли им этим заниматься. Но это очень чувствительная сторона. Тут как бы надо внимательно давать рекомендации к таким линиям, потому что, в общем-то, человек может падать в бездну отчаяния в каких-то ситуациях. И вот тут как бы так переживания все имеют увеличенную структуру. Вот смотрите, очень интересные руки с очень интересными знаками. И вот сейчас ваша задача найти звезды, так называемые пентаграммы, на всех вот этих трех рисунках. Поставьте на паузу и попробуйте отыскать. Ну, я думаю, что вы посмотрели. В общем-то, на втором и третьем достаточно хорошо видны контуры таких звезд. Вообще, по традиции, это символ пентаграммы, символ универсального дарования. То есть, способность к занятию какими-то магическими практиками, целительскими. Но вообще, традиция также говорит, что вершина вверх – это положительные тенденции. То есть, вершиной вниз – это отрицательный момент работы с энергией. Вот тут прям очень красивая, редкая пентаграмма. То есть, вот таких много, когда они через линии там рисуются. А вот чтоб отдельный знак вот в таком ключе был. Вот это, пожалуй, такой вот редкий момент. Вот видите, какая красивая здесь звезда. Вот это очень редкий знак прям. И это первый момент эзотерический здесь. А второй, помните, мы говорили образование острова на поясе Венера. Да, как бы такой тоже глазок образуется. Вот вам и навыки вот эти экстрасенсорные примерно таким образом выглядят. Вот, поэтому надо начинать смотреть от вообще холмов развитых, потом к линиям самаритян, потом отдельные знаки, куда идет линия головы, как, что, где расположено. Потому что, вот, например, есть руки справа. Это у нас целитель был в 90-х, Алан Чумак. Я думаю, многие из вас о нем знают. И тут мы видим действительно на правой руке, ну, которую воду там заряжал и другие целительские моменты применял. И мы видим, что тут под пальцем области выражено. То есть, ну, понятно, что человек, скорее всего, да, с энергией рук очень знаком и хорошо работал. Причем на правой руке мы видим линию семян, то есть такого фанатика своего дела, который добивается результатов. А бывают еще духовные такие признаки, которые, значит, описываются как тоже символ универсального дарования, что якобы такие знаки были замечены еще на руках там Кришны, как обладатель высокого духовного уровня. Этот я встретил, когда был в Гималаях у одного очень известного йога, который там 40 лет занимался медитативными практиками. То есть, вот есть, да, как знаки духовного развития и магическими такими аспектами. Ну что ж, я думаю, что примерно пока понятно у нас про эзотерические знаки. Дальше смысла нет больше смотреть, можно много чего найти. Но вот самое распространенное, отталкивайтесь просто от линии интуиции, колец под пальцами линии головы, усиление холма Луны. Вот.